друзья у нас такая вот погода код ты балбес какая-то агрессивная не пойдем от нее но и ну и и нафиг короче чего значит хочу показать вам освещение как я сделал спустя больше года наверное от начала от конца строительства курятника спустя год я сделал наконец-то освещение там ничего особенного ну просто покажу может кому-то полезно будет щиток я показывал щиток у нас значит собран разбит по группам здесь заведено 380 на первую фазу я не использую там напряжение низко нас обычно 160 180 до 200 максимум я использую 2 3 в основном там у нас напряжение 220 или 270 бывает и больше 270 от щитка у нас отходит 4 провода значит на свет идут провода у нас двухжильные 2 на 075 на так на насос у нас идет провод 3 на полтора это тоже на свет 2 на 075 и на розетке идет провод 3 на 2 с половиной вот на розетке провод 3 на 2 с половиной идет у нас вот только до 1 распаячной коробки вот так как здесь у нас нагрузки будут суммироваться до с двух вот таких розеток вот поэтому там сделано 23 на 2 с половиной а здесь уже разведено три на полтора ну как бы вообще на розетке три на два с половиной идет но здесь у меня нагрузки сильно не будет что тут максимум брудер обогреватель там общем по сечению провод проходит я не вижу смысла переплачивать засещение провода в данном случае поэтому сделал здесь вот три на два с половиной а там три на полтора кто будет писать комментарии что нужно делать все кабелем кабель какой кабель ввг нг допустим да или ну да согласен в принципе проводку стационарную делают обычно кабелем но кабель нужно заключать куда-то желательно до в гофру в какую-то вот потом значит кабель вы его ровно не натяните он будет изгибаться в общем делают и пвс-ом провод в тем более здесь курятник и я как бы считаю что ничего здесь такого нет что я сделал пвс-ом зато я избавил себя от необходимости протягивать все это дело в кабелях вот и довольно таки просто и дешево все это закрепил на стене и распределил по курятнику сейчас более подробно я уже расскажу вам так еще важный момент я забыл осветить это почему значит я противник гофры в курятнике у меня в несушечном курятнике сделано все в гофре так вот это гофр это является таким пылесборником это ужас просто на ней нависает огромное количество пыли и даже просто почистить там щеткой тряпкой гофр невозможно в кабель каналах можно было вы да вы скажете развести можно было только смысл какой я не вижу никого смысла в кабель канале потому что пвс он в принципе двойная изоляция достаточно толстый слой ну и что там вы думаете что вас кабель канала что-то спасет там если будет замыкание сомневаюсь в этом сильно вот так что я вот так сделал наиболее дешево и сердит как говорится да сразу вот этот провод закреплен у меня здесь клипсами такими и как бы если в дуру не включать сюда я не знаю чего там какой-нибудь нагрузку по 10 киловатт то все будет у вас нормально нечем здесь нагреваться нет чего скажем так и этот провод будет вполне спас способен справиться с обязанностями со своими первый потребитель у меня вот такой фонарь диодный я его сделал для того чтобы включать его во время каких-то работ здесь вот в курятнике как бы такой технический свет на момент моего присутствия вот но понимаю сейчас что в принципе нет необходимости особой так как у меня освещение вот это вот работающие по таймеру вполне достаточно нет необходимости в этом фонаре но как бы уже сделал пусть будет да работает он у меня от выключателя вот от этого дальше значит второй у меня потребитель это вот свет идет по потолку также вот этими хомутами закреплен к имеющимся уже суморезом которые крепят у меня обшивку потолка металлическую к балкам вот такие вот три диодных фонаря светильника это линейные светильники называются по-научному так я уже мощность их на самом деле не помню сейчас погодите давайте а сейчас мы посмотрим сейчас я их отломаю так вот ведь уже как много пыли на них собралось так значит это у нас светильник светодиодный влагозащитной мощностью 36 ватт когда я приобретал я в леруа их и когда приобретал в общем горели они у на стенде знаете так скажем ну мне показалось что самое оно сейчас же когда я их поставил мне кажется что ярковато можно было путем по менее интенсивное освещение применить как бы в этом курятники вот и либо взять теплые свет да вот такие более желтоватые это где-то холодного свечения то есть такой белый свет дают но в принципе поначалу думал что перебор но вот сейчас уже смотрю как бы птицы нравится она комфортно себя чувствует при таком свете расклевывав нет но и бройлер как бы он к расклевывая не предрасположен по большому счету но по крайней мере у нас это было из практики может быть два раза это в брудере когда цыплета маленькие были вот так что в принципе еще до посмотрев я как какое освещение используют на птицефабриках там довольно таки все это ярко думаю что нормально не прогадал вот я по люксам не мерил как бы да сколько должно быть вот это все не высчитывал потому как бестолковые не знаю как это правильно сделать вот ну как бы работает вот так светит эти лампы такая освещенность помещения в принципе приятное глазу свет птицы тоже нравится вот они принципе меня основное освещение дают тот прожектор я по большому счету зря повесил но я сначала его повесил а потом уже эти лампы вот так с ним вместе сейчас я выключу этот дежурный свет для бролеров я вот так называю через реле времени у меня работает вот так один прожектор освещает помещение вот ну в общем повесил сначала вы не снимать живу да сейчас как бы пусть будет мало ли пригодится как говорится вот все это у нас основной этот свет будет по таймеру работать я уже сказал в три часа он выключится и включится в три часа дня следующего дня но сейчас уже можно сделать на самом деле с пяти я сейчас перепрограммирую спите сделаю чтобы как бы экономнее расходов с электричеством потому как все-таки до пяти более-менее здесь светло так следующий значит кабелю давайте возьмем три на полтора он идет у нас вот туда за мешки комбикорма которые лежат у нас на техническом колодце если помните и здесь у меня значит питание насоса водяного который установлен в этом техническом колодце и вот вилка подогрева когда сильные морозы я планирую включает но морозов видимо в этом году уже не будет но как говорится я перестраховался значит по водоснабжению этого курятника ссылка на видео будет в углу экрана кому интересно посмотрите значит включается насос через вот этот выключатель то есть у меня вот здесь свет и насос вот насос почему так сделан я не оставляю его под напряжением я уже рассказывал в ролике про водоснабжение и вот для бестолковых даже здесь вот для меня напоминалка когда уходишь выключен насос типа того что вот чтобы у меня здесь не было никаких аварийных ситуаций связанных с водой это обусловлено конструкции этого курятника но об этом я тоже говорил вроде кип ролики про водоснабжение о вентиляции заработала вот вентиляции кстати говоря тоже у меня питается вот здесь кабель на этот вентилятор и вверху вот пошел кабель один кабель на бойню на электропитание бойни вот он меня уходит вот сюда в окно и дальше идет уже на вентиляцию про вентиляцию есть два ролика я попытаюсь ссылочки в подсказку ставить в углу экрана тоже будет там две части вот это питание вентиляции так ну пока про вентиляцию вентиляции работает от таймера пока еще я не поставил значит циклический таймер хотя он пришел ну в принципе вы знаете я так уже эксплуатирую вот с помощью вот этого временного таймера и меня устраивает нормально в принципе хватает вентиляции вентиляции вот нас отвлекла все чем мы там говорили про насос рассказал значит ладно дальше получается вот этот кабель три на два с половиной кабель тут и по пвс провод провод три на два с половиной идет также по потолку у нас и в распаечную первую коробочку попадает и здесь у нас висит вот такая вот розетка розетка легрант да легрант или легрант как правильно но не знаю как правильно ну короче вы поняли легрант значит очень мне нравится стоит недорого но по соотношению цена-качество мне кажется что конкурентов у нее нет вот взял последние мне одной не хватило как бы в магазине брал в леруа и такая же розетка здесь висит тоже на четыре вилки через распаечную коробку так почему так почему я не крепил там на стены как то потому как в принципе у меня потребители возможное электроэнергии будут располагаться по сторонам этого помещения и я могу при вот так вот это все подсоединить проходу это не мешает в выносу клеток это мешать не будет потому как я вот здесь вот не успел еще крючочек повешу и при необходимости могу просто вот сюда вот убирать ну то есть она еще выше будет так подвешивать она вообще мешаться не будет но пока вот так мне тоже не мешается вот здесь розетка на брудеры ну на пылесос еще на что-то она у меня выполнена вот таким макаром запасом видите то есть я ее могу в принципе переместить туда к стене специально так сделал потому как я не знаю конкретное место где мне эта розетка может понравиться понадобится так что в принципе вот как бы вроде казалось бы здесь ничего такого и нету да а вот десяточка улетела на все это то есть вот даже и не понимаешь как бы да где но в принципе что светильники по рублю 900 там 50 где-то рублей каждый вот что этот прожектор у меня был я не покупал ну вот провода дорогие да ну розетки сколько-то стоит ну в общем в итоге на все про все там вага разъема эти где-то у меня в десятку освещения вот это вот и вышло вот это при том что щиток я не в расчет не беру щиток здесь ой-ой-ой стоит но не ой-ой-ой но стоит короче говоря вот так что ребят рассказал надеюсь что кому-то полезная будет информация подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки пишите комментарии всем спасибо всем пока но пасаран